В этот особенный день, как и много лет назад, для золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров прозвучал марш Медельсоном. Три семейные пары пришли во дворец гражданских обрядов, чтобы засвидетельствовать перед детьми, внуками и гостями нерушимость союзов и верность выбору, который они однажды совершили. Милость Божья. Вот мы встретились, ну, наверное, так говорится, браки совершаются на небесах. В нашем отношении это именно так, наверное, случилось. Встретились, и вот 50 лет мы вместе. Крики горько, росписи в журналах и свадебный вальс. Атмосфера праздника уносила пары в годы юности. Для всех это волнительный момент. Самая зрелая чета Нина и Виктор Ильющенко дали друг другу клятву любви и верности 60 лет назад. С тех пор супруги неразлучны. Воспитали двоих дочерей и трое внуков. За эти годы они вывели свою формулу семейного счастья. Понимание друг друга, вот и все. Самое главное. Понимание друг друга. Иногда надо вступать друг к другу, поговорить друг с другом. Вот и все. Вот так, весь секрет. Изумрудные юбиляры Янина и Иосиф Старповичи познакомились в Бобруйске, а сами родом из Осиповического и Кличевского районов. Глава семьи много лет проработал на Бобруйска громаж, а его супруга в тресте столовых и ресторанов. Секрет долголетнего и крепкого союза есть и у них. Уважать друг друга, любить друг друга, помогать друг другу. Чествование юбиляров приурочили к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Инициатива таких мероприятий принадлежит Центру социальной защиты населения Первомайского района. За 13 лет сотрудники учреждения и ЗАГСа поздравили 120 пар, которые прожили вместе больше полувека. Все направлено на укрепление института брака, семьи, чтобы молодое поколение видело, что семья – это действительно здорово. И много лет прожить вместе, люди сохраняют то тепло, взаимопонимание, становится больше любви в семье, дети, внуки. Завершающим аккордом вечера стали поздравления родных и близких, которые желали юбилярам любви и здоровья на долгие годы. А еще выдача свидетельства о регистрации драгоценной свадьбы. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.